уважаемые любители моих небольших роликов о фотографии и редкие читатели книг о фотографии но читать всегда сложнее чем смотреть и слушать тем более книжки денег стоит сегодня буду продолжать рассказывать про пленочную камеру лейка м а она меня довольно сильно вдохновила поскольку возврат к пленочным технологиям выпуск камер такого рода он конечно очень перспективен меня некоторые ругают говорят ну что это такое камера довольно дорогая и надо бы сказать о чем-то попроще и подоступнее пожалуйста вот с тем с тем же самым размером дальномера очень большим наша камера зорки 6 здесь данном случае на нее установлен русар объектив с фокусным расстоянием 20 миллиметров и светосила небольшой 5 и 6 но учитывая количество пленок проблем никакой нет их чувствительность современных вот тот же самый зорки 6 это просто оговорюсь одна из моих любимых камер которая снимал может быть больше всех в жизни имеется ввиду бытовая съемка и съемка в городских условиях тот же зорки 6 только с объективом юпитер 9 у которого 85 миллиметров начальная диафрагма 2 и универсальным видоискателем который можно ставить на все объективы начиная по моему с 20 из или с двадцати восьми миллиметров и кончая сто тридцать пятом пожалуйста да конечно здесь набор выдержек поменьше здесь самая короткая одна пятисотая самая длинная одна тридцатая ну и вы есть конечно но тоже большой дали намер здесь шильдик убирается настраивается все можно подогнать под конкретный объектив идеально точно так что можно работать так же как и лейкой лейка это разврат и безобразие все понимаю но удержаться сложно как хорошего коньяка и шампанского к сожалению ничего поделать с собой не могу человек слаб так вот про лейку в том что конечно сейчас всякие фотографируют как в свое время говорил луначарский выполняю его заветы каждый советский человек должен иметь часы и уметь пользоваться фотоаппаратом но вот сбылась мечта луначарского теперь у всех те сотовые телефоны которые умеют фотографировать в них есть часы и даже календарь более того этот телефон гарантирует вам что всегда с вами и наружная слежка который вы носите собой за нее платите плюс у вас вечный стукач то есть сосед соглядата и всегда с собой так что с чем у вас поздравляю завета луначарского исполнены поэтому камера лейка м а она выпадает нет электронных запчастей никаких ну вот и даже затвор не электронная чем уже говорил и она чисто как может только быть чисто механическая камера но экспонометр так не все равно нужен мне он особенно не нужен поскольку за 40 с лишним лет практике и на глаз хорошо экспозицию определяю но тем не менее вещь полезная значит я использовал на этой камере вот такой маленький экспонометр очень удобный называется фактлендер выпускал с фирмой на камерные он очень простой как песчина только для поддержания штанов для тех кто не научится пользоваться собственной камеры и есть конечно извращенческие приборы ими тоже очень люблю пользоваться вполне понятным причинам это spotmaster gerson один из лучших с моей точки зрения экспонометров современных с углом градусом с углом всего один градус очень маленький угол дает пользу большую но вполне можно обойтись и бюджетным экспонометром вот таким свердловск 4 который выпускал советской промышленностью отличный приемник то есть отличный элемент можно работать по падающему свету и самое главное он так недорого стоит что можно настраивать просто под каждую конкретную камеру так что такое сочетание мне кажется потянет любой фото любитель который хочет прикоснуться к пленке теперь два слова пленки я использовал для съемки лейкой м а вот такую пленочку аква фото ap x соточка то есть 100 единиц чувствительность пленка оказалась занимательной во всех отношениях но поскольку еще использовал объективы которых мечталось в начале двадцатого века и приведу просто пример вот у меня новейший свежачок фотоальмонах 1929 года в котором господин доморадский бывший редактор одного еще за революционных журналов по фотографии рассуждает статье его называется о идеальном объективе будущего например как-то так в котором он говорит что фотографических объективах самое главное будет в будущем это сферические линзы вот но он пишет что но их введению препятствует пока невозможность шлифовать их на машинах их дотирали на руках но на всякий случай скажу что уже в то время выпускался один объектив со сферическими линзами на дворе напоминаю 1929 год это статья немножко раньше был выпущен это объектив астро триплет который выпускался для астрономов то есть астрономы могли наслаждаться оптикой со сферическим элементом но прошло много времени вот сейчас пожалуйста здесь у нас замечательный суммикрон с диафрагмой начальной 2 и фокусным расстоянием 35 миллиметров лейцевский асферик поэтому с оптикой все в порядке теперь перейдем к пленке но первая же съемка вот сейчас вы ее увидите на экране это несколько снимков ландшафтов от света ведь все хорошо снег прорабатывает с ним прорабатывается сосны проработаны все хорошо и против света то есть когда по теням видно что свет бьет прям непосредственно в объектив асферика справляется с этим делом пленка бакфа ap apx она себя оправдала ночью действительно все нормально но начинает беспокоить а как она будет себя вести самому главному для чего приспособлены эти камеры они приспособны для портретной съемки если вы собираете портреты какие-то быстрые сюжеты небольшие группы если вам надо что-то посерьезнее там снять 50 человек или большой хороший ландшафт с высокой проработкой то ну хотя бы тогда вот хасельблат 907 как минимум но это в к среди цифровых камер я-то лично снимаю все время на пленку 4 на 5 дюймов как минимум а чаще всего черно-белые если речь идет то это 8 на 10 дюймов большими камерами о чем вы могли видеть в моих роликах описание всех этих экспонометров всего есть в книжке формат искусства фотографии и поскольку пленочная тема развивается я думаю что эти книги может быть будут полезны многим так вот я попробовал эту пленку мне показалось что она хороша имеет очень большую широту и действительно вот кадр снятой в электричке в котором видно что и в тенях прорабатывается очень неплохо и самое главное за окном на заднем плане видны детали ландшафта что очень важно для такого рода универсальных съемок однако мне показалось что зерно крупновато и тогда я обратился к волшебному устройству который называется микроскоп и вот посмотрите что получается сначала небольшой снимок на обзоре фрагмент мир и и потом с большим увеличением с объективом уже 40 на 10 то есть 400 видите зерно довольно большое действительно 57 микрон но поскольку широта этой пленки меня вдохновила я решил попробовать сделать несколько портретных кадров значит но я попробовал снял портрет но и тут же увидел что есть есть проблемы на пленке довольно много дефектов то есть дефекты вот они на мире представлены это много не только зерен но и дырок в эмульсе то есть вот это вот apx пленочка напоминает 40 летней давности пленочку фирмы tasma это такой был позорище советского союза вечная с дырками пленка безобразные совершенно а вот акфу 40 летней давности она не напоминает зерно как у пленки в 300 400 единиц побитая эмульсия но если вас это не смущает то можно продолжить наш опыт но нельзя сказать что эта пленка уж совсем отвратительно у нее есть одно достоинство это ее спектральная чувствительность посмотрите пожалуйста на вот этот снимок мир и стандартный и рядом приложена цветной образец собственно тот который снимался что же оказалось оказались удивительные вещи черные практически по засветке на негативе равно красному немыслимая ситуация для старых пленок более того юлизи зеленый цвет дает чуть меньше засветки чем черный тоже вещь не вероятно и очень важная синий чуть чуть меньше зеленого и красного то есть это все наоборот то есть это говорит о том что пленка очень оригинально по спектральной чувствительности но и самый слабый голубой а желтый чуть чуть больше или равен фиолетовому то есть я специально использую эту миру которые так ненавидят оптики и в общем всячески меня осуждают потому что она отражает реальное положение вещей они выдумки механиков и оптиков которые продают свою технику но вечно мы пользователи они продавцы то есть таким образом спека спектр позволяет надеяться что эта пленка судя по спектральным характеристикам должна как-то очень интересно работать с хорошо поставленным продуманным и учтенным светом тот который нужен при портретной съемки но естественно я попробовал это все мероприятие что же оказалось оказалось что пленка уникально для портретов вот посмотрите два портрета один суровый молодой кандидат наук такой образец научной целеустремленности пусть будет без обид но именно этого я и добивался и второй портрет девушки тоже молодого кандидата наук который тоже находится в веселом состоянии как вы видите работа с кожей и работа по спектру человеческого тела у этой пленки идеально если вас не смущает битая эмульсия и все остальное то можно ее рекомендовать для всех видов камеры понятно что для портрета и вот такой зоркий с юпитером вполне подойдет поэтому уважаемые господа мы начали свои опыты с черно-белой пленкой который много и которую придется всю испытывать потому что как вы видите по спектральным характеристикам она очень сильно отличается от того что было в черно-белой фотографии много лет назад на этом уважаемые господа я с вами прощаюсь вам хороших весенних съемок поскольку у нас весна не за горами и хорошего настроения до свидания а